Осталось 5 секунд. Сейчас быстренько вырезать какую-нибудь цель. Ну тут на самом деле у Морталс только 2 такие цели. Тоненькие это пугно до аппарат. Как бы остальных-то просто так и не пробьешь. Хотя с другой стороны минус армор такое дело. Здесь как бы есть СВН вроде бы для Имморталс. Который так же бафнет на плюс армор уже свою команду. Так что пока что вроде смотрится все неплохо. Для АОЕ замеса, для Имморталс все шикарно на самом деле. У них и аппарат сайсбластом, и тайтхандер с реведжем. Плюс СВН, который наваливает неплохо. А вот именно в плане точечного урона смотрится Digital House пока что неплохо тоже. Посмотрим что тут зарешает в первую очередь. Ну что ж, Рейзер появляется ласт пиком для команды DC. Интересный выбор. Аббет будет все-таки на нем играть. Да, вот как-то так в итоге получается у нас. Что ж, давайте смотреть игру. Пики сделаны, как говорится, пиков больше нет. Ждем пока игроки разберут героев. Напоминаю еще раз, что мы наблюдаем за квалификациями на предстоящий минор от PGL Бухарести, который будет проходить второй матч сегодняшнего дня. Это уже полуфиналы. Имморталс против команды Digital House в формате Best of 3. У микрофона джем. Как обычно, врываемся на первую карту. Счет 0-0. Господи, не пугайте меня. Говорят, ты где? Я говорю, такое ощущение, что это... Что я думаю, может быть, микрофон не забыл включить. Нет, все равно, слава богу, нормально. Ну что, поехали. Начинается у нас игра. Ну и по стандарту. Good luck, have fun, пишет 4F. Отвечает МСС им вот тем же. Сам побежал уже дубу расставлять вижен. Два варда у него имеется. У него, кстати, тут навстречу также бежит Монминдер. Ну, в принципе, можно сказать, что параллельно друг другу два варда стоят. Монминдер пока что не парится. В сторону мида пока что отступает также дубу. Здесь у нас МСС. МСС пока что с щитком плюс реген. Джакера полностью фармящая, я так понимаю. Будет. И ставится пауза. Ставится пауза, но не пишется причина. Я очень надеюсь, что эта пауза не будет долгой, потому что у нас и так матчи затянулись. На самом деле, у меня в Москве уже поздняя ночь. Я бы сказал, уже раннее утро даже, потому что половина пятого утра. Всем доброе утро. Кто к нам присоединился, я не знаю. Ну или доброго дня, кто уже давно бодрствует. Доброго вечера, возможно, даже кому-то, у кого уже вечер. То есть как бы все может быть. В любом случае, рад вас видеть на нашей трансляции. Всех, кто не спит, кто бодрствует и так далее. Но пауза пока что не снимается. Ну что ж, гоу, спрашивает Мэйсон. Наверное, стоит ответить гоу, если готовы. Но может быть нет. Нет, все-таки отжимается пауза, но наконец-то. Так, мне интересно, что далее по вардам. Еще один мим вард я вижу в миде от DC. Причем довольно-таки нестандартной позиции. Очень глубоко вот так его поставишь, что просто так и не найдешь. Такое интересное решение. Я лично, например, первый раз такое вижу. Ну то есть не часто ставят в этом месте. Ну и второй также себе поставили Immortals поближе на свой ХГ. Ну что ж, нет у нас какой-то ранней стычки. Ну, кстати, может быть подставится даже Мунминдер сейчас, если пойдет чекать руну. Но Мунминдер текает! Эх, жадность Мунминдера сгубила. Да, это First Blood для ребят из команды Immortals. Еще баунтируны, кстати, они отжимают. Это самое главное. Хороший бодрый старт, на самом деле, для... Можете сказать, что корейцев даже в целом, потому что все-таки это бывший MVP. Так что здесь данное высказывание относительно этой команды как нельзя к месту. Я лично считаю, по крайней мере. Давайте смотреть расстановку по лайнам. В миде у нас Пуагна против Мейсона на Джакира, конечно же, MP. Против Мейсона на боте у нас будет 4F против Аббота. Но Аббот тут уже потихонечку, кстати, клинком присасывается, высасывает урон. Но 4F тут играючи на спинке, просто уплывает и делает типа аут. В итоге у нас с вап-лайнами сейчас, я так понимаю, происходит. Потому что 4F улетает на топ, на бот прилетает у нас QO фармить. Ну и вот теперь Абботу нужно как-то здесь помогать тиммейтам. Потому что на топе у нас находится Мунминдер, рядышком находится ММСС. ММСС уже делает телепортацию. Да, тут у нас дабл с вап-лайнами произошел. Но в любом случае время тратится. Говорят погромче, ребят. Неужели так плохо меня слышно? Алло, отдайте, пожалуйста, информацию по звуку. Ну, просто как-то это пишут люди. Ну, может быть, я понимаю, что тралят в чате, как вариант. Но надеюсь, что меня слышно хорошо. Если не слышно вдруг, я буду просто говорить громче или кричать, как вариант. Потому что... Хотя, с другой стороны, если я начну кричать, я думаю, что соседи в такой час вызовут просто милицию. И мне придется с ними общаться. Ладно, это все лирика. Тем временем у нас уже 2 минуты прошло. Игра продолжается. Тут у нас продолжает передвижение своей бульба. Бульба на тапочке, если что. Готов, если ворваться. Я так понимаю, была попытка, возможно, даже Курьера подрезать. Но Курьер далеко. А здесь у нас, кстати, ребятки из команды Immortals уже начинают подпушивать вплотную. У МСС могут быть проблемы. Фэйби. Фэйби в инвизии. Видит местоположение МСС. МСС, добрый вечер. Стан залетает. Колдфида нет. Ну, за... А, почему-то не тратится. В итоге я дубу колдфид. Кстати, вовремя перетянулся Монминдер. Хороший шалу грейв. И да, выживать должен МСС. И МСС живет. А все, знаете почему? Потому что дубу пожалел колдфид в определенный момент. И в итоге МСС за счет этого выживает. А вот Фэйби на развороте сейчас могут и наказать. Пытается убежать Фэйби отсюда. Реген у него, конечно, есть. Можно скушать себе тангусиком путь к свободе. И в итоге там между елочками Фэйби выманцовывает. Здесь его забрать не получилось. Вот так вот. Просто пожадничал. Не дал спелл один, казалось бы, в стопроцентный фраг. И ничего не получилось сделать в команде Immortals в данной ситуации. Ладно. Бульба возвращается обратно в мид. И вот, кстати, в теории можно попробовать MP. В спину зайти. MP. Краш. Есть. MP. Задуваю Dual Brace. Накидывает на себя Астрал. MP. Бласт. Больно очень. MP. Еще один краш. MP погибнет, скорее всего. Да. Фраг для ребят из DC. На топе Аббот пока что чувствует себя неплохо. Здесь ему ничего не может сделать никак. Фареф. Фареф единственное, что может, это просто пытаться как-то вот так пулить крипочков. Личить экспу. Но, с другой стороны, давайте будем честны. Там, господи, товарищ Тайтхантеру многое не нужно. Ему хотя бы левелочек получать. Там, побыстрее свой реводж и так далее. И все, фарма-то многое не нужно. Тапочек есть, уже спасибо. А если еще аркан тапки появится, то это уже максимум желания на Алине для оффлейнтайда. Там в это время, кстати, на хосте Бульба побежал. Только вот куда он побежал, учитывая, что у него половина ХП? За Курьером охотится, что ли? Ну, Курьер как бы там уже крылатый, так просто его не забрать. Вот он, кстати, летит сейчас. Приносит Бульбе травола. Ну, с другой стороны, Атригейн сейчас вернется обратно. Спасибо, ребятки. Дай бог вам здоровья за информацию даете, что мне. Потому что кто-то тралит меня в чате. Ладно, в это время в миде начинается уже активный пуш от мистера Пагны. Пагна пока что здесь один. Здесь находится один также Бульба. Вот летит Джекирос. Подходит также Дубу сюда. Здесь также находится Фейби неподалеку. И, так понимаю, сейчас силой трех буду пытаться все-таки Т1 отсилить. Как-то в плане пуша парней из команды Морталс. В это время Форев сместился немножко в лес пофармить. Ну, благо Тайтхантер. Он уже в двоечку взял Кракеншелл. Может себе позволить. Так, врывается Бульба. Проблемы могут быть у Фейби. Фейби. МСС тоже здесь. МСС без Рора. Четвертый левел. Но есть два Кабана, которые неплохо так застопивают в итоге, по сути, мистера Найсталкера. Найсталкер погибает. Погибает также у нас Лордар. Один в один размен. Причем они синхронно практически погибли. Ну и в итоге вот так вот разменялись обе команды. И расходятся игроки обратно по лайнам. Звуки доты. Ребят, звуки доты должны быть. Сори, сейчас посмотрим. Если уж вам не слышно, я чуть прибавлю. Но много не буду выкручивать. Сори. Ну что, 2-2 счет. Все довольно-таки ровно. Небольшой перевес есть в сторону команды Immortals. Но это не страшно, как говорится. Все это можно проиграть. Так, смоки разбивают у нас Фэби вместе с Дубу. Мом появляется уже у Кио. Но это уже стандартная практика в плане айтем-билда на этом персонаже от него. Ну что, попытка будет выйти на Мэйсона, как вариант. Да, в спину заходит Дубу вместе с Фэби. И что? Да, будет сейчас врываться. И Бласт. И ультимейт от MP. И просто он высасывает жизнь, по сути, из Джакиры. Джакиры погибают. В это время на топе, кстати, погибает также Тайтхантер. И здесь тоже, скорее всего, сейчас будет пуш Т1 на топе. Собственно, почему бы и нет. Правда, в миде упадет быстрее, конечно же, за счет того, что есть Пагн с Бластами своими. А на топе, возможно, даже будет какая-то драка. Потому что прилетел Тайтхантер. Не хватает ему буквально еще совсем вот чуть-чуть не хватает до получения ультимейта. Я слышал где-то краш. Откидывается в итоге бульба. Ну что, на топе погоня за Фаревом. Фарев высасывает из него урон. Аббет. Аббет почти соточку усосал. Но так-то неплохо. Приличная сумма довольно-таки для мистера Рейзера. Ну а тут огромный просто, не побоюсь того, целый... Целый... Не просто кэмп тут. Кэмпище. Крипов лесных. Но в итоге не получилось сделать отвод. Запулить сейчас для команды DC. А тут сейчас спину им заходит мистер Фарев, Фэйби и Энпи. Они очень хотят забрать вот это все. И вот он пошел Бласт. Энкор Смэш. Опять же тут Рэвидж. Очень опасно подходить для DC. В это время погибает аппарат у нас на боте. За Тауэром. Ну и огромную пачку крипов. Весь фарм практически сейчас забирают себе команда Digital House. Да, давайте сразу, наверное, переключимся на Нетворс. И мы видим, что Пагна занимает вторую позицию. Первую позицию занимает пока что у нас Кио на свене. Ну а дальше идут игроки команды DC. Так, в это время на бот улетает у нас Фарев против МСС. А МСС улетает на топ. А в это время в миде падает также ответный Тауэр от товарища Мэйсона, который все-таки допушил Т1. Ну и вот он Кио. Кио с ПТшкой, с Момом поехали. Фарм у Свена сейчас пойдет только в гору. Даже, возможно, будет какая-то вылазка, действительно. Потому что Смаки разбивает у нас Ancient Operation. Дубу вместе с Кио отправляют в сторону топа. Но ГДС есть, собственно, почему бы и не подраться. Там уже и так два игрока команды Immortals находятся. И да, готовы врываться. На самом деле не хватает до полного счастья только Фарева. Но Фарев в это время в лесу фармит. Купил себе Арен Талон. Свен в ГДСе готов врываться. Нужно закидывать стан. Нужно было бы чуть-чуть пораньше. Тогда бы из-за Шуи МССа зацепили. В итоге Мунминдер кидает на себя Шалу Грейв. Живет пока что. До последнего его замедленнее. Выхилили. Отлично. На развороте. Макропира неплохая. А дальше продолжение. Будет ли какой-нибудь Фейби заплевывать Liquid Fire. И дубы здесь, конечно же, не отпускаю. Слишком слабенький саппорт, конечно же, аппарат. Не может впитать столько урона, сколько хотелось бы. И в итоге неудачная вылазка для парней из команды Immortals. Еще один фраг достается. Digital House. Мне кажется, не хватало Фарео на самом деле на топе. Если бы удачный Рео, то можно было бы и подраться. Нижнюю башню Сил Света атакуют. Ну вот, медалька появляется для Тайтхантера. Пока что нет у него даже и Аркантапочек. Но, судя по закупу, скоро появится. А в это время себе уже мистер MP нафармил линзу. Линза имеется. Неплохо. Баунтируно там тем временем достается Тайтхантеру. Что у нас у Аббата? У Аббата пока что в фейзы. Далее будет выходить Dragonlance, Hurricane Pike и так далее. Понакатанное здесь, собственно, для Рейзера. Тайтхантер продолжает фармить леса. Дубу идет на лайн. Очень хочет получить шестой. Я его прекрасно понимаю. Айсбласт очень крутая штука для команды. Урну себе, наконец-то, выформил Найс Сталкер. Ну, конечно же, Кио, который хочет себе дофармить Блинк Даггер. Ну что, на топе. Начинается пуш от DC. Пытаются они здесь забрать Т1. Но пока что силы только двоих. МСС и, конечно же, мистера Монминдера. В это время Аббата осилил. Я так понимаю, это один на боте, да. Так, смок вылазка от DC. В смоках отправляется Слардар. Вместе с Мейсоном готовы врываться. Только вот вопрос, куда? В сторону топа пока что бегут. Тут один пока что MP. Но тут неподалеку находятся тиммейты. Фейби и компания. Смоки могли сейчас спалить. Но в итоге вовремя уходит у нас Бульба вместе с Мейсоном. Полетел у нас Хавк. Дает Вижен. Прекрасно видит на местоположении Фейби. Фейби краш получает. Есть Макропира сразу же. Я спас. Но на развороте. Говорит, не так быстро, ребятки. Фареф врывается, дает ревидж. Погибает в итоге у нас Джакира. Бульба, скорее всего, тоже. Может быть, не уйдет. Тычка летит. Да, добивают еще Бульбу. Причем с миллионного рейнджа закидывает MP. Минус 2 делают у нас Immortals. Отлично сыграно. Хорошая перетяжка от Фарева. Ну и на этом для команды DC здесь все заканчивается. Еще становится 5-5. Сравнялись обе команды. Что там прилетело? Варды прилетели для аппарата. Аппарат уже с шестым левелом, опять же. И проблемы могут быть у Аббата сейчас. Подрубается ночь. Аббат на топ. Готов врываться. Сразу две телепортации сюда делаются. Кью получает рор. Сразу айс пас. Подходит Аббат. Начинает высасывать урон из Свена. Но Свен тут... Ну, хотя бы Тавр забрал. Кью сделал максимум из этой ситуации, что мог. Забирает Тавр и просто уходит домой. В это время Бульба. Очень больно. Из него высасывают просто жизнь. И Бульба погибает. Вот так на развороте откидываются у нас парни из команды Immortals. И тут подходит, кстати, Фэйби. Фэйби в инвизии находится. И готов он драться. Но, правда, тут силы немножко неравны. Опять же, без реводжа. Втроем против четверых драться не вариант. Хавка забрал у нас Найс Сталкер. Потеряли Тавр. В итоге у нас на топе парни из команды Immortals. И пока что отступают. Дубу здесь также продолжает стоять на лайне. Что там у нас у мистера Бульбы? Бульба 1600 на руках. Осталось совсем немного до Блинкдаггера. И как только Блинкдаггер появится, я думаю, начнутся уже очень-очень активные действия от парней из команды DC. Потому что нужно все-таки им ходить и гангать Immortals. Потому что время играет не в пользу DC. Не забываем, что здесь Свен. А Свен, кстати, тоже уже практически с Блинком. Свен как бы побыстрее фармит, нежели Аббет на Рейзере. Так что здесь как-то в плане полезности Свен. Поприятнее смотрится. Так, на топе скоро появится Solar Crest плюс Force Staff для Forever. Я вот, правда, не знаю, что быстрее. У Мейс на проблемах. Форев готов врываться. Там есть Макропира, Форев, Айсбласт. Да, слишком много героев, слишком много урона. Форев погибает, еще и потратил Макропиру. А там не самый большой КД. Ничего страшного. В это время древних крипов подфармливают Кио. Летит ему уже что-то в курьере. Готовый Блинк. Да, вот он ему прилетел. И теперь Кио тоже готов врываться на топе. Монминдер один. Остался одинешенек. Нужно быть аккуратнее. За ним бежит Фейбия. Фейбия. Закинул Войт. Да, скорее всего не отпустят Монминдера. Есть полфит. И Монминдер должен погибать. Забирает саппорта команда DC. Еще, скорее всего, заберут Т2 на топе. И DC не собираются защищать этот Тауэр. Похоже, судя по всему. Тауэр падает. Глиф уже фортификации прожали. Ну, тут, кстати, Бульба. Но Бульба с Блинком уже. Тоже неплохо. Можно попробовать подцепить, как говорят, кого-то. Отличный краш по троим. Но продолжение бы какое-нибудь в итоге стирает. Пугну. Есть. Ревыш на развороте. Айс Бласт полетит только по одному Абботу. Очень битый у нас Фейбий. Битый Фареф. Фареф пытается просто улететь. Но ему, конечно же, никто не даст этого сделать. И, скорее всего, Фейбий здесь тоже никто не отпустит. Макропира. Выжигает путь. Очередной Плазмафилд. И погибают уже три героя команды Иммортал. Стриплкил причем делает Аббот. Отличный буст для майнкерри команды Digital House. Но самое главное в этой ситуации, что, конечно же, жив Кио, который все это время продолжает фармить. Я так понимаю, там первая Некра уже, да, налетят для товарищей МССа. И также, по-моему, пика уже готовая для Рейзера, да. Там рецепт лежал как раз таки. Ну и Рошана, кстати, забирают Digital House. Сюда могут, в теории, успеть иммортал. Но вот без Рейваджа драться совсем не хочется, если честно. Рошан упал. И подставился у нас Найс Сталкер. Проблемы у него могут быть. Высасывают в это время урон просто из Бульба. Бульба просто моментально закончился. Рейзер высасывает урон из Кио. Кио. Кио просто без деймеджа. У него минус 168. Рейзер просто гонит всю команду Иммортал на базу. ИМП в таверну. ИМП смирился со своей судьбой. Можно забрать дубу, толкает себя Рейзер. Аббот забрал еще одного саппорта. Минус 2. Отлично сыграно. Даже не потерял Аегис. Можно сказать, даже не вспотел. И тут Фореф что-то делает. Один против троих. Рейд босса пытается завалить сейчас Диджитал Хаос. И это им удается. Третий фраг достается Абботу. Уже второй раз трипл килл, по-моему, за последние две минуты. Отлично сыграно. 12-9 в пользу DC. Не потеряли Аегис. Можно идти и пушить Т2, например, по миду, как вариант. Что сказать? Отлично играют DC. Но мне кажется, сейчас просто подставляются Иммортал. Ой, а в это время Найс Сталкер еще раз умер. Что ты тут делал, друг мой? Пытался МСС забрать, но... По-моему, немножко не по силам. Не настолько ты силен. И не ночь вроде бы на дворе. Аббот. Миди. Аббот. Айс Бласт накинули. Ну, там Аегис как бы. Можно спокойно размениваться, если что. Это теперь мое. В позиции находится Бульба. У Бульбы есть Вард. Он его вот только сейчас воткнул. Так, Вижен теперь есть. Хорошо. Здесь рядом неподалеку фармит Фареф Лиса. И Фареф, похоже, собрался сначала собирать себе Форста. За Фарефом выехали. Есть ночь от Найт Сталкера. Готовы врываться. МСС в Инвизе. Неплохо, кстати. Можно потратить в кого-нибудь Рор. Но пока что боятся. Аббот наполовину битый. Но у него все еще есть Аегис. Ну что, неужели в атаку пойдут сейчас Имморталс? Вроде бы как нет. Перетягиваются на топ. И в миде двигается команда DC. Только здесь тоже никого не найдут. Ну хотя бы Тавер могут забрать. Например, разменяться Таверами могут обе команды. Кью, как там дела? Кью уже, кстати, с Кристаллисом. Мы не загораем. Покупка Демон Эйджа. То есть мы понимаем, что потом только рецепты готовы доедалось. И смаки бьют у нас парни из команды DC. Отправляются в сторону топа. И в лесу, например, могут он сейчас Фейби встретить. Вообще будет шикарно. А еще лучше Форева первым забрать. Да, вот Форев будет сладкий просто булкой. Но, правда, сладкая булка первой здесь погибает с Лордар. А вот всасывается Форева. Форев пытается просто сделать ТП-аут. А может быть не надо. А в итоге врывается у нас Кью. Сбревает просто у нас Дазла. Минус 2 уже делает у нас команда. Хотя, сказать, не ВП Феникс почему-то опять. Но и Морталс, конечно же. ИМП тоже улетает отсюда. Потеряли у нас и Морталс только одного Найс Сталкера. В итоге драка 2 в 1. Неплохой размен. Опять же. И фраг, конечно же, сделал у нас Кью. Это самое главное. Ну и здесь в этой игре Кью далее сразу будет собирать себе БКБ. Все-таки без Дайдалуса. Это, опять же, хорошее и мудрое решение, безусловно. А у Джакира появляется Трвела. Теперь очень мобильный становится Мейсон. Если что, всегда можно прилететь в Драко. Да и по мувспиду обычно Джакира страдает. Так что здесь Трвела как нельзя кстати. Не то чтобы по мувспиду. У него вот эта вот анимация разворота какая-то немножко, знаете, не самая приятная. Такое ощущение, что ты там под несколькими стаками Напалма находишься. Пока ты развернешься вот этим. Пока плюнешь и так далее. Поэтому скорость, конечно же, для Джакира довольно-таки важна. Так, начинаются потихоньку танцы с бубнами вокруг Рошана. Правда, я не знаю зачем. До Рошана еще очень много времени. Больше трех минут. А в это время команда DC просто подпушивает по боту Т2. И Т2 очень битый и упадет, конечно же, потому что иммортал не собирается защищаться вообще никак. Да, Тауэр падает. Еще один Тауэр в копилочку DC. Но, опять же, это в плане экономики особо ничего пока что не играет. На DC ведут... Да, DC ведут 1000, но этого мало. На самом деле, учитывая, что Свен продолжает набирать обороты. А Свен так-то уже рецепт купил на БКБшку. Остался Огрклаб. Там в спину заходит DC. Готовы вырываться. Видит Фореву. У Форевы могут быть проблемы. Форев! Есть краш. Нужно накинуть минус армор. Пошли нихрены намеконы. Хотел сказать... Второго. Точнее, хотят сказать третьего левела, но не второго, по-моему. Все еще. Да, второй. Но, в любом случае, Фореву очень долго бьют, на самом-то деле. Есть еще один айс пас. И очень шикарный просто реводж по троим. И на развороте айс бласт залетает, но не самым удачным образом. Бегает Фэйби по макропи. И вот он, Кьюо, просто врывается в тыл к врагу. И в этот раз Кьюо делает трипл килл. В живых остается только один Аббет. Пытается убежать. Через одну секунду будет блинк. Нужно блинковаться прямо сейчас, давать стан. Аббет, похоже, приехал в таверну. Да, Team Vibe от ребят из команды Immortals. Забирают они пятерых игроков команды DC. И можно идти в ответный сплитпуш по миду, также забрать Т2. Ну и, конечно же, подфармить что-нибудь еще в лесах. Как же без этого? Кьюо это Кьюо. Фарм это у него в крови. Так, тревела появляется также у MP у нас. Кугна тоже довольно-таки быстрой становится. Ну, а тут Незервард. Нужно быть поаккуратнее. Все-таки из-за него приличные деньги там дают. 60 голды на дороге не валяются. Для саппорта особенно, опять же. Так, Бульба. Бульба с Аббетом готовы врываться на Фарева. Фарев без реведжа. Проблема МСС. МСС получает дебаф от Айс Бласта. Погибает в это время Джакир. У БКБ прижимает нас Кьюо, которое только что на ему прилетело. Высасывает из Кьюо урон. В это время, правда, добивает МСС. В итоге уже минус 2 от команды Immortals. У Дубу могут быть проблемы. Станет в очередной раз Кьюо. Дубу погибает. Ответочка от команды Digital Chaos. Продолжается погоня за Кьюо. Кьюо живет до последнего. Минус 224 урона из него высосали. Ну и в итоге на развороте DC забрали только одного саппорта. У парней из команды Immortals. Хорошая драка. А в это время посмотрите, что происходит на топе. Просто. Крысю, МП и компания забирают Т3. Причем еще сейчас заберут, скорее всего, и Дазла. Да, Дазла отправляет в таверну и, скорее всего, минус топ. Превосходство уже набирает у нас Пугна. У MP просто невероятный счет. 11-3-3. И Бульба, по-моему, это билет в один конец. Нет? А, нет. В спину заходит Аббет. Все нормально. Аббет высасывает уроту. У MP хотя бы нужно бы забрать Барак. Один уж. Второй точно не успеют. Макропира, скорее всего, MP заберут. Собьют с него Старик. Также забирают еще у нас и Найсталкера. Получается, в сумме, неплохая прибавка для ребят из команды Digital House. Но вот единственное, что минус. Они потеряли половину топа. И теперь Лайн будет пушиться постоянно. В любом случае, размен был оправдан. Безусловно, для ребят из команды Immortals. Что по следующему Рошану? Рошан появится буквально через... Примерно мы узнаем, через сколько секунд он появится. Основной таймер закончится свое действие. И он появится буквально через минуту. Так, в это время. Проблемы у Кьо могут быть. Хотя, кого я обманываю. Каким могут быть проблемы у Кьо? Кьо просто стирает. Слада раслицает земли. Прожимает БКБ. Но тут слишком много героев DC. Нужно бежать. А если Фореф сейчас ворвется с реводжем? Просто шикарно! А где же урон? Айс Бласт летит по Абботу. Аббот дебаф получает. Фореф жертвует собой. Пока что живут все. Бласт закидывает MP. Готов высасывать жизни. И он высасывает неплохо от Рейзера. ХП и Кьо ворвался. Но, правда, по-моему, не Крономикона убил. И погиб от этого. Забрали в итоге Аббота. Аббота тоже отправляют в таверну. Триф-два. Пока что разменный. Улетает отсюда Мейсон. Мейсона замедляет. Вортексом Мейсон пытается откидывать с Айс Бластом. В это время, правда, погибает MP еще. Триф-три. Мейсон накидывает на него урну. Продолжается погоня за Джакира. Найс Сталкера. Найс Сталкер ночью. Рор, я слышу, где-то в это время врывается МСС и подрезает просто сухожилие дубу. Но в это время здесь находят Аббота. Аббота отправляют в таверну. Четыре-в-четыре. Буквально в доли секунды сейчас не хватило Бульби, чтобы сбить телепортацию еще у нас и Найс Сталкеру. Но в итоге как-то так. Да, безусловно, по золоту очень много сейчас выиграли. Вы видите на своих экранах парни из команды Digital House. Но по XP, конечно же, тоже размен об их пользу. Опять же, все за счет того, что забрали Свена. Свеном все-таки добил Аббот, но, по-моему, по-моему, лютую долю урона ему нанес именно Некр, которого он добил. Могу ошибаться, ребят. Опять же, это никак не отследить. Это только по повтору посмотреть. Ладно, в любом случае, 26 минут минуло матч по графикам. Все довольно-таки неоднозначно. Мы видим, что в один момент у нас уже Immortals ввели практически десятку. Вот за последний драку они проиграли как раз-таки. По XP имею в виду. А вот по голде на ваших экранах. Все довольно-таки тоже на одном уровне. Четыре тысячи у нас Immortals ведут по голде. Так, Свен. Свен с Дейдаусом далее будет выходить в Линково. А тут, возможно, сейчас будет контр-врыв от команды Digital House. Они знают, что Рошан уже стоит. Расставляет Вижен, подготавливает почву. Есть у нас ночь от Найсталкера. Готовы врываться. Группируется пока что у нас DC. Ну, страшно заходить, пока ночь действует, конечно же, от Найсталкера, учитывая, что Вижена и так мало. Ломают у нас Синдрички здесь. В Миди Тауру заденяли. Ну что, неужели на Рошана пойдут сейчас Immortals? Или же нет? Начинаются у нас, на самом деле, танцы с бубнами с обеих сторон. Есть у нас Вифа, Дазла, Смаки. И давайте смотреть. В принципе, есть чего вырываться. Есть блинк, есть старый Некра. Можно быстренько зафокусить какого-нибудь, я не знаю. И мне кажется, MP самая важная цель. Либо же QO. До прожатия БКБ, опять же, забрать было бы неплохо. Но QO уже довольно-таки плотный. 2260 хп. Не так уж и просто его забрать. А вот MP, конечно же, послабее. Ну что, DC заходит в спину пока что. И будет неплохой врыв на аппарат, например. Да, дубу цепляет, у дубу проблемы. Также подцепили, кстати, MP. И MP просто моментально стирают. На развороте врывается у нас QO под БКБ. Тут сразу же преждевременная, мне кажется, Шалу Грейв. Рэвэдж только вот сейчас залетает. Кстати, по-моему, по четверым героям даже попадает. Да, еще дубу, бульбу там зацепили каким-то краешком. В итоге забрали пока что только одного Дазла у команды DC. Проблема QO. QO просто катит, QO погибает. Это уже минус 3. Триплкил делает Аббет. Сделает байбек у нас QO. На развороте забирают у нас Фарева еще. Фарев тоже в таверну. Это уже минус 5. Ультракил делает Аббет. И это еще не конец. QO, проблема. QO, куда же ты ворвался? Это же после байбека. Его, кстати, могут забрать в очередной раз. Из него выссали уже много урона. И это рэмпыч для парня из команды DC. Для парня под ником Аббет. Это отлично сыгранно. Digital House делают просто невероятные камбэчащие в очередной раз. Сейчас в плане драки. Еще, может быть, Фэйби не отпустят. Да. Можно сказать, что полный тимвайд. Двойной рэмпаж для Аббета. Аббет просто 18-2-4. Но, несмотря на весь его счет, невероятная разница с QO по голде у него не такая уж и большая. Я не знаю, каким чудом парни из Immortals это делают, но каждый раз, когда, казалось бы, они вроде бы жестко фидят, проигрывают и так далее, они умудряются не особо проседать по голде. Ну вот БКБ, кстати, приехал Аббету. Ну и в сторону Рошана отправляется Digital House. Так, Айс Глаз летит у нас. Попадает по-троим, но рэвэджа нет. Сложно будет драться. Через 50 секунд только откатится ультимативная у Фарева. Пытается сломать Незервар здесь у нас Мон Миндер. Он получает Гастом в лицо, Кулд Фит и Мон Миндеру нужно, да, себя отталкивать, потому что иначе его здесь заберут. Отталкивает тиммейт. Эспон премерз. Пошла ночь от Найс Сталкер, готовы вырываться. Сталкер. Фэйби залетает. И хочет своровать Аегис. Нет, не удается. Аббет забирает себе Аегис. Проблема у Фэйби. Фэйби забирают. Фареву нужно бежать. Фарев за ним погоня. Высасывают из него урон. БКБ прожал Аббет, но оно заканчивает свое действие уже. Есть, кстати, ГДС от Свена. И, похоже, услышали это у нас в Digital House. Побоялись идти дальше. Ну, правильно. Просто так Аегис не хочется отдавать. Нужно все-таки разменять его хоть на что-то. Либо на Тауэр, либо на Фраги. Но, с другой стороны, у Свена не будет ГДС. Еще ближайшие, сколько там, 64 секунды. Ну что, 30 минут и все довольно-таки... Я бы не сказал, что прям вот жесткое преимущество. Мы видим, что графики лихорадят то в одну, то в другую сторону. И по XP, и по голде причем. Но, можно сказать, что все довольно-таки ровно. Вот, правда, третий некра появились у МСС. И это будет крайне неприятно для любого персонажа из команды Immortals. В плане того, что теперь еще тебя там нереально все это будет фокусить. И кабанов огромное множество побежали, ребятки. Так, что по артефактам у нас у команды Immortals? SolarCrest есть у нас у Forever. Это мы видели. Дейдаллас видели БКБ. Мы видели у товарища Свена. Это тоже все хорошо. MP, что там? MP пока что страдает. Аганим хочет себе дофармить. Да, безусловно, пуг не нужен Аганим. Фэйби пока что тоже. Только с Аганимом и Фейзами. Digital House. Что у вас здесь? Саша Яша. Hurricane Pike. Hurricane Pike и БКБ у нас у Аббата. Далее будет выфармливаться, конечно же, Assault Keras. Ну, саппортом он Миндера. Тут вряд ли что-то мы увидим. Прямо кроме Tranquilla. Гост и Tranquilla. Аркантапок. Далее у нас Солар Крест будет появляться, конечно же, в МСС. Бульба с Блинкдаггером хочет себе сверху БКБ. Ну и Джакира нас интересует. Джакира тоже Солар Крестом. Плюс, конечно же, Иву под себе еще взял. Для дополнительного мувспида плюс контроля. Ну и поцелу, если что, для себя. Тиммейтер тоже неплохо заходит. Так, ну что. В сторону топа отправляется Digital House. Только вот что не собираются делать. Я так понимаю, пытаться будут сейчас разменивать как-то Аегис на Тавру, возможно. Хотелось бы. Вперед идет Аббат. Аббат и Сыр был Аегис. Остается пока что Аегис. Сыр он выложил. Переложил. Ну что, начинает пушить Т2. Фореф, по-моему, кстати, сразу собирает себе рефрешер, да? Да, с ходачиной, без там всяких блинков и так далее. Но, с другой стороны, у нее есть Форстаф. В принципе, на Форстафе можно въезжать, если что, в драку. Так, и Линку себе все еще дофармливает Кьюо. Купил он себе, кстати, Ultimate Orb. Осталось у меня не так много. БКБ наконец-то появляется у Бульбы. В итоге забрали Т2 у нас в Digital House. Улетают на Дэв с своей стороны. Отступая также здесь у нас Immortals, MP. Вместе с Фэби тоже отсюда скрываются в ночи. Ну, в принципе, уже день наступил. Но вы поняли, о чем я. Продолжаем смотреть Доту. Все еще есть Аегис. Все еще нужно его реализовывать. Ну, и, собственно, Абит и Компания перетягиваются пока что в мид. 2000 на руках уже у Тайдхантера. Формит очень даже неплохо. Но, наверное, все деньги сейчас тратить не стоит. Нужно оставлять, конечно же, байбэк. Тем более такая стадия игры. А в это время Кераса появилась для Рейзера уже. И Рейзер довольно-таки плотный персонаж становится. Его так просто уже не пробить. 3000 хп плюс армора очень много. 30-очка. Как бы с этим нужно что-то делать. Так, на бот уже вовсю пушит Мейсом. Идет пакованка рипов. И, я так понимаю, Т3 сейчас хотят запушить у нас парни из команды DC. Форелу на одном форстафе будет сложновато ворваться. Дать качественный прям совсем реводж. Но давайте смотреть. Подходит Аббот. Есть ночь. Его затолкали на ХГ. Обратно вытолкали. Хрестай спас. Толкают Аббота туда-сюда. Соревнование. Перетяни Аббота. А вот примерзает, кстати. Нужно бы чем-то его еще подцепить. Но страшно, страшно врываться. Плюс там все еще знают, что есть Аегис. Ну вот он пропадает. Аегис пропадает. Нужно сейчас сразу выкладывать сыр. Да, что именно Аббота и делает. Ну и, наверное, DC теперь отступит. Теперь уже просто так не вломиться на ХГ. Или же нет? Так, там смоки разбились у нас от Immortals. Линга появилась у нас для Кью. Но очень рискованный шаг. В плане того, что байбека у него нет. Если сейчас Кью ошибется, то это, конечно, мне кажется, будет как минимум минус сторона. Ну что, подходят крипы. В защите пока что Фарре, Фэйби и Эмпи. Кьюо тут у нас в стороночке вместе с Дубу находится. Готов за что с фланга нападать. Пошел ГДС. И, по-моему, по-моему, это сейчас будет очередной ФЛКьюо. Стан закидывает только в одного Джакира. Джакира сразу сэвид. Шаллогрейт на развороте Дубу. Рор потратили на Свена. В тыл врага залетает Дубу. О, реводж есть. Вроде бы неплохой от Фарева. Урона, правда, не хватает. Есть также макропира у нас от Мейсона. Тоже неудачная. Ой, просто у нас фейл за фейлом здесь идет от обеих команд. И в итоге погибает первым Кьюо. Кьюо байбека нет. У Кьюо нет байбека и проблемы у Эмпи. Эмпи, если заберут, то это может быть тоже конечный быть. Баш проходит, да. Эмпи отправляется в таверну. У него есть байбек. Но я не знаю. Либо же сейчас его делать. Потому что, если ты его сейчас не сделаешь, вы точно 100% теряете бот. Да, делает в итоге байбек у нас Эмпи. Будут пытаться защищаться худо-бедно у нас ребятки из команды Морталс. И второй раз врываются на Эмпи. Эмпи сейчас сотрут. Эмпи сотрут, это Гудгеев. Если он погибнет, конечно же. Сейвит себя пока что Эмпи. Высосали из него очень много урона. Погибает у нас, правда, в это время Фэйби. Фареф тут очень тоже битый. Падает первый барак на боте. Второй барак тоже отправляется в небытие. И сразу на мид перетягивается Диджитал Хаос. Скорее всего будут забирать Т3. А что делает Кьюо? Кьюо продолжает со своей линкой сидеть в таверне и смотреть, как полноценные вторую сторону забирают у нас Диджитал Хаос. Помню. Да, этот момент. Так, Рора в очередной раз потратили. И в итоге врываются у нас на Эмпи. Эмпи, напоминаю, без байбека. Он себя заталкивает очень далеко вглупь. Аж под фонтан практически в это время падает второй барак по миду. Минус вторая сторона. И Аббот просто идет на топ и танкует третью. Все еще Кьюо в таверне. Через 5 секунд он буквально резница. Но вот правда, мне кажется, без реводжа, без ничего драться вообще не вариант был. Что, пришел Кьюо, прожимает Мом. С него сразу сбиваю здесь линку. Пошел Айс Блаз, кстати, в сторону топа. Айс Пассом откидывается у нас Джакира. Бульба. Застанил Фейби. Фейби здесь один. ГДС я слышу от Свена. Врывается Кьюо. Буквально с удара разорвало просто Дазла. Но Дазла это всего лишь саппорт. Убегает сейчас в Диджитал Хаос. Полным составом МСС блинкуется. Отлично. Сбивает он, правда, телепортацию. Наверное, не уйдет он. Хотя тут решают перенаправить свою агрессию на Мейсона. Мейсон бьется до последнего. Сбили ему телепортацию тоже. Стан закидывает Кьюо. Начинает избивать также здесь МСС. МСС отправляется в таверна. Это уже минус 3 на развороте. Вот ребята с командой Имморталс. Но сути дела не меняет. Минус одна сторона в пользу команды Диджитал Хаос. Минус вторая сторона. Диджитал Хаос, правда, струстует топ. Ну что. Все еще 8000 преимущества за командой Диджитал Хаос. Появится сейчас уже Дазл. Байбек есть также у МСС. А байбек есть, конечно же, у Мейсона. Если будет необходимо, они эти байбеки сделают, безусловно. Но учитывая то, что парни из команды Имморталс не торопятся с пушем, байбеки им, видимо, делать не придется. Здесь у нас Форев уже на дефе. Но стоит отметить, что у Форева уже имеется рефрешер. Если что, будет 2 рейведжа, как вариант. Сколько там БКБ осталось у нас у Рейзера? 8 секунд. В принципе, приличное время еще. Все нормально в этом плане. БКБ также все еще есть. У нас Бульбы. 9 секунд. Центральную башню силы Тьмы атакуют. Ну и, кстати, в шаге буквально от Аганима и Эмпии. Ну, с Аганимом, наверное, будет поудобнее драться, конечно же. Так, в это время DC в Смоках отправляются, байтятся. Сколько раз уже это было, ребят. Ну, сколько раз уже профессиональные, казалось бы, команды байтились на иллюзию. Когда мимо тебя пробегает иллюзия, и ты просто... Тебя Смоки не спадают, и ты начинаешь ее бить. Я уже, не знаю, регулярно такое происходит, по-моему. Ладно, в любом случае обошлось без потерь с обеих сторон. Никто ничего такого особенного не потратил. Но все-таки момент был утерян. Для Digital Chaos в плане атаки они шли все-таки в Смоках. Можно было попробовать кого-нибудь подцепить. Ну, а с Венди временем 3700 на руках имеет. Ну, сейчас самое время, я думаю, купить еще какой-нибудь артефакт и остаться без байбека в очередной раз. Было бы неплохо. Очень интересный момент сейчас от команды Immortal. Решают они зайти на Рошана. Похоже, не догадываются об этом Digital Chaos. Правда, Хабк летит. Но не успеет. Рошан уже упадет. Да, Рошан уже упал. Аегис забирает себе MP. Сыр, наверное, отдали какого-нибудь СВ, но нет. Сыр забрал себе Фарев. Так, Рэвидж! Боже, Рэвидж в молоко. В итоге станет здесь Лордар. А второй Рэвидж уже удачный. Должны Бульбу собирать. Бульбу пока что Шалу Грэву засыпали, но недодолго. Бульба погибает. Рор на развороте. Шикарная Макропира. Просто по-троим. Боже, посмотрите, как больно парням из команды Immortals. Кью опять отрезан от своей команды. Фарев бьется до последнего. В итоге забирает МССа. Кью уходит. А вот Фарев сквозь просто айспас проходит. Играючи довольно-таки. И вот тут Сэвид съедает сыр Фарев. Выживает. В итоге теперь практически фуловые парни из команды Immortals. И Digital Chaos нужно отступать. Шикарная Макропира, конечно же, была хорошая. Айспас, но немножко не хватило урона, чтобы дожать того же Кьюо. Чтобы дожать саппорта. Точнее, саппорта АМП, который стоял на Макропире. И даже Аегис не выбили из Пугны. А у Пугны тем временем уже есть Аганим. И можно фармить вот так вот по КД. И не только крипов, но и героев, конечно же. Ну что, все ровно. 30-33 счет. Всего лишь 2000 преимущества за команды Digital Chaos. По сторонам, конечно, преимущества в сторону и этой команды. Но это несущественно. Мега-крипов все же нет. Ни у одной, ни у другой. Ну а тут, я смотрю, Кьюо задумал сразу себе приобрести Муншард. Ну, в принципе, почему бы и нет. Как вариант, можно вместо Момо даже взять. Или он хочет его сразу скушать. А тут, кстати, вот такое замечательное приобретение у нас. Вот товарища Абата. И я не знаю, видели ли это сейчас у нас парни из команды Mortless или нет. Но на месте Свена, если бы я увидел, я бы сразу бы уже задумался насчет покупки МКБ. Нет, он покупает себе Муншард, съедает сразу. Оставляет, понятное дело, на байбэк. Но с бабочкой пробить Абата с руки будет крайне трудно. Забирает лесные строения потихоньку у нас в Digital House. Гем появляется у нас у аппарата. Главное его не обронить. Армия кабанов бежит просто от МСС. Абата с Момо, это очень жестко. И, кстати, что по следующему Рошану. Следующий Рошан появится еще не скоро. Я не знаю, что тут делать, ребятки. Бульба. Мейсон. Законтролил хосту. И. Ну, решили просто позабирать лесные строения, собственно. Немножко денежек подзаработать. Законтролил хосту. Подуспокоилась у нас игра довольно-таки. Не торопится нас обе команды как-то агрессировать. Правда, вот топ очень сильно уже пушится у ребят из команды DC. Нужно идти кому-то дефать. В мид мигает очень усиленно у нас. АМП, я так понимаю, хотят забрать хотя бы Т2 сейчас. Имморталс. На топ уже прилетает Мейсон. Имеет 25-й левел. Взял себе полторы секунды действия, конечно же, АС пас. Слишком читерная штука. Там уже получается у нас 3.75. Это очень много. Ну что, Свен дальше себе будет выфармливать, конечно же, травела. Ну, тут все уже переходит в глубокий лейк потихоньку. В плане артефактов, да и вообще в целом по игре. Учитывая то, что две стороны уже потеряли нас и Мортал, с ошибаться ни в коем случае нельзя. Там так-то дабл дэмэдж лежит. И я что-то вспоминаю прошлую карту, когда там Свен, да, законтролил ДД и пошел просто сделать ультра килл. Но в последний момент тут может случиться то же самое, на самом деле. Побежал Бульба за этой руной. Бульба, есть реводж. БКБ успевает прожать, неплохо. Еще один хочет дать реводж у нас в АРФ. Но наступает в Айс Пасс, начинает его фокусить, не высасывает из него урон. Выживает Дазл, на него действует Айс Бласт. Погибает Дубу, погибает Дазл. Один в один размер. Второй реводж пошел. Начинает фокусить у нас Джакира. Джакира погибает. Дазл делает байбэк. В ВКБ бигает Аббэта, Аббэта никто пока что не бьет. Здесь также Фэйби, байбэк делает также Джакира. В итоге два байбэка сделали Диджитал Хаос. И отступают Имморталс пока что, говорят. Нам достаточно. Дабл дэмэдж в это время забирает все-таки себе СВН. Сейчас отпушит лайн. Здесь не утревела, если что, прилетит на базу. А лететь ему придется, потому что врываются у нас на Форева. А Форев-то уже две ульты потратил. О, здесь подхиливают немножко импи. Эмпи высасывают урон еще с миллионного рейнджа. Вы просто посмотрите, где стоит Эмпи. Где находится Аббат. Я считаю, что это немножко нечестно, как минимум. С монитором что-то пишут у нас парни из команды. Имморталс. Ну что, бараки падают. И тут проблемки. Проблемки у команды Морталс. Нужно защищаться всеми силами. Потому что иначе это будут мега-крипцы. С вами, конечно, сильный герой. Может против мега-крипов играть. Но в любом случае, когда ты с базы не можешь выйти, это не... Это не есть хорошо. Еще одна пауза ставится у нас в этот раз от Digital House. Отключается бисмастер. Подождем пока что. Кале! Да ладно. Неужели Кале началось? Вроде бы не Китай даже. Ох. А тем временем у меня уже светает, ребята, за окном. Не знаю, как у вас. Всем доброго утра. Доброго времени суток. Кто только что проснулся, возможно. 5.00 по Москве. Замечательная северно-американская дота у нас продолжается. Возвращается МСС в игру. Ну что ж, отжимается пауза. Поехали смотреть далее. Напоминаю, что это только первая карта из возможных потенциальных трех. Ну а там скоро Рошан появится. Да, действительно. Начинает его потихоньку чекать DC. И очень не хотят его давать им Морталс. Полетел Фейби. Сбивает телепортацию Мейсону. Мейсона нужно спасать. Кьо врывается под ГДС. Мейсона сэвит. Последний момент. Кьо прожимает БКБ. Неплохо получает рор в лицо. И пока что просто стоит в стане. В это время погибает в итоге Мейсон. И скорее всего может погибнуть и Бульба. Хотя бы на развороте на хосте забирает Кьо. Кьо с байбэком. Это самое главное. Он его, кстати, сразу же делает. Правда, в это время погибает МСС. И тут начинается битва. Просто посмотрите, какое количество ХП. Высасывает Эмпи и погибает Аббет. Боже мой. Минус 4 делают парни из команды Имморталс. Просто Эмпи высосал Аббета. Как, знаете, сок просто томатный. Не томатный. Обычный, знаете. Это когда маленький пакетик сока с палочкой когда-то воткнул. И просто высосал и высушил. В прямом смысле этого слова. Отлично сыгранно. Трех героев нету. Ребята из команды Диджитал Хаоса. Такое ощущение, что в трон, да. В трон идут. Бульба. Добрый вечер. Реводж. Я не знаю. Можно, в принципе, проигнорировать и просто забирать трон. Глифт все равно нет, собственно. Да. Этим и занимаются сейчас у нас парни из команды Имморталс. Вот так вот, казалось бы, легко и играючи в очередной раз Иммортал завозит катку. Сейчас мы их, собственно, и поздравляем. Ну что ж, это только первая карта из, как я говорил уже, полноценных возможных трех. Будем прерывать.